Девушки отдыхают Удар поворотом и мяч в сетке отличился Гарри Родригес Но ошибка, мне кажется, на вас довольно понятна и видна каждому Но при этом отметим мы Гарри, который сместился в центр и классно пробил Тут в первую очередь интересно понаблюдать на повторе за тем, как действовал правый защитник Реала Что там не срослось, как эта атака развивалась Очень техничный пас, ну и вот этот запоздалый подкат, который Гарри Родригеса с ног, во всяком случае, не сбил И вот такой удар, которому, внимание, вроде бы был И Навас выручает команду на сей раз Ох, какой быстрый розыгрыш, Бензема Спиной к воротам, искуп внешней стороной стопы и удар не получается Был на дальний штанг Бензема Спиной к воротам, искуп внешней стороной стопы и удар не получается Ну, в первую очередь здесь отметим оригинальный розыгрыш, да, Бензема Ну и последующая передача Испы тоже классная Еще одна дальняя попытка Носил Озан Туфан Центральный полузащитник, неплохо он приложился к мячу Поворотом большинство в створ Снова навык команды выручения Пошла подача, удар Вот скорее попытка на дальнюю штангу мяч Венисиус Хороший прострел Бензема забивать надо И Карим это легко делает Венисиус, конечно, замечательно сделал пас Там была ошибка центрального защитника турецкого клуба Но мяч дошел В любом случае до Карима И тот момент свой реализовал Очень так аккуратно Достаточно было времени, чтобы и посмотреть на положение голкипера И обработать Редко ты, конечно, такое увидишь на экстра-уровне европейском Все-таки, как ни крути, да? Большие команды встречаются Но тут, конечно, ошибка, грубейшая ошибка центрального защитника Который просто не попал по мячу Это Диегор Рей, если не ошибаюсь Казалось бы, а? Мексикан На лен фланге бразилец И передача на Бензема И теперь уже ответ от Фенера Вахче Первым в составе суперклуба Испанского И не все из трех Который свою команду просто выручал Примерно в схожей манере Удар в дальний угол Хотелось даже партнера сыграть Венисиус Но вот такой удар не прошел Нашего рассказа о мадридском Реале Прошлый сезон, я помню Венисиус Джуниор Венисиус тоже отдельное, конечно У Фенера Вахче хорошо открывается в центре Мури Вахче удар поворотом будет Да, удар от Ферди к даглу Пас до него не дошел от Родригеса Ну здесь на самом-то деле отлипишься Звезда Азар И вот он с мячом Азар убирает мяч под себя Перекатывай мяч на правую ногу Хороший финт Пора уже, наверное, подавать или прост Не разобрались вратарь с защитником По идее на вас, наверное, этот мяч вылавлят Вылавлят Этот мяч, тем не менее, подхватывает его Есть преимущество на правом фланге Но пас неудачный, тем не менее, момент Здесь еще раз посмотрим Но она прошла Прошла, конечно, но... Второй финт Да, неплохо Венисиус адресовал мяч Бензема И Бензема, мне кажется, тоже заигрался А вот набор за Реалом И скоро еще одна подача Хорошая, такая неудобная для вратаря Им брала вот эти главные европейские ушастые трофеи Это редкость Ну и нужно эту... А вот здесь сыграл здорово кросс Я обновить, я обновить Собственно, чем Реалом Классный перевод налево На Марселло Тот простреливает Получается хорошая передача Прямо угла штрафной Подача Момент и гол Карим Бензема Легкий, элегантный кивок И мяч у воротов в нижнем углу Да, дубль оформляет Бензема Великолепно получился удар Но и вся комбинация Весь розыгрыш вышел идеальным для Реал Мадрид Хорошая подача кросса Ее в первую очередь отметим Вот, кстати, с чего все начнет Сейчас контратака опасная Выход на ударную позицию будет у Азара Ну, пас снова не прошел Поиграет, читая эту ситуацию Вальверде дает на Бензема И надо Вальверде обесценил Говоря в начале репортажа о том, что нет футболиста Сейчас, о которой мы пока что редко говорим По ходу встречи этой Ну, кстати, тоже Неплохо Азар Он в штрафной площади Азар, передача на Венисиуса Джуниора И удар Демира пошла Нет футболиста, который отбирает мяч Ну, есть Вальверде, конечно Тоже неплохо было сыграно И отметим то, как прочитал эту ситуацию Возродив Атапу Пусть очень талантливый футболист Азар Стенка проходит с Иско Но снова до удара дело не дошло Он бил из центра штрафной Вот сейчас видно, что пора Пора ему забить Лунин Уголки нужен этот гол Мне кажется Он активен Он ищет свои моменты Два шанса у него было вчера Оба удара заблокировали Миланские команды претендуют Луку Модрич Тем временем Атака Фенербахче Удар, поворот А в рикошеты Мяч в сетке 2-2 2-2 На бильдерар Здравствуйте Добежал до штрафной Ну и в этой ситуации Как показалось Он поначалу потерял шанс Пробить сразу И реализовать момент Начал там на замахах Убирать соперника Но тем не менее Не было бы счастья Но вот это несчастье Помогло Удар накрыли Но в итоге получился Голевой рикошет Видишь причем Насколько он необычный Этот рикошет Мяч попал В бедро Адриасола В землю И отскочил так Что Получилась вот такая сечка Идеальный Идеальный Для Дьераро Рикошет Потому что Мяч просто перелетел Через Кейлера Троллинг Великолепно Великолепно Спиной Находясь у соперника Без какого-то Либо сопротивления Наносит удар Бенземан И это опять Рейлис Все три гола Из-под него Удар поворотом Вот сейчас он будет Хороший удар И что за гол Что Что за гол Мы только что увидели Гол Гол Но вот и вопросы По поводу Лунина Да Потому что Как мне кажется Момент удара Он видел Прекрасно подготовился И вроде бы Прыжок был Такой надо Но Как говорят Сами Футболисты Ручки не подкачал Между рук Этот мяч Азан Азан Туфан Пробил великолепно Ты можешь Конечно Сейчас Игру Лунина обсуждать Это все справедливо И Логично ты говоришь Но Какой удар был у Туфана Какой удар был у Туфана Хотя это повторно видно Что мяч не совсем Девятку летел Все же Лунин Должен был этот удар Отражать Смотрите на Тахифус и Кубо Внимание Удар Будет ли добивание Еще один гол 4-3 Не унимается Реал Он все-таки хочет вытащить Этот мяч Этот матч Дотянуть до победы Начал Добивал Начал Центральной защите Центральной защите Ничего себе 4-3 Но это уже не футбол Если брать счет Нет Ничего плохого Просто потому что Результат Мариано Посмотри Посмотри как он шел Шел в этой ситуации Вот что значит Действительно Высококлассный футболист Мы знаешь Часто Орудуем Вот этими Мариано Штрафной Мариано Нет все Момент упущен Вторая волна Голевую передачу Сделан Ну и без голов Ну вот он делает навес Момент Лунин Вручает команду Понятно что у него Изначально такая была Ну то чтобы выгодная Позиция Но Двух шагов Видно даже Отсюда из-за Станкина Что во вследе Находился игрок Фенербахчем Ну вот здесь Продолжение следует...